Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня я хочу рассказать вам о фразах, которые вызывают страшные и опасные болезни. Я об этом недавно прочитала в интернете, проанализировала и была вообще поражена. Действительно тут многое совпадает. Сейчас я вам расскажу об этих фразах и о примерах из жизни моих знакомых и моей собственной, которые здесь совпадают. Во-первых, если человек любит говорить надоело до тошноты, сыт по горло, с души воротит, то это может вызвать нервную анорексию. Если говорят взвалить груз забот, проблемы, сидят на шее, нести свой крест, то это может принести проблемы с позвоночником, в частности остеохондроз. Что-то гложет, отравляет жизнь, надоело все до смерти, сам себе не принадлежу, в гробу я это видел, это вызывает рак. И вот кстати, я знала одного человека, который очень любил говорить в гробу я это видел и действительно потом произошел рак и уже его нет в живых. Так что вот это вот страшная болезнь и страшные слова, а вот надо с этим бороться, потому что я сама иногда это говорила, теперь стараюсь не говорить. Затем, если используются слова язвительно, не переваривая, особенно популярная фраза, самоедство, то это может вызвать язву и проблемы с желудком. Я знала одну девушку, которая очень любила говорить по любому поводу, не перевариваю, насчет язвы не знаю, но гастрит у нее был, а гастрит может привести к язве, поэтому все может быть. Затем, если кто-то говорит, сидит в почках, моча ударила в голову, смертельно устал, сил нет и так далее, то это приводит к заболеваниям почек. Так, если человек часто говорит, дать волю гневу, найти отдушину, чихать на кого-то, перекрыть кислород, то это может привести к проблемам с бронхами, с легкими и даже к бронхиальной астме, то есть это очень серьезно. Кто говорит, высасывать кровь, вошло в мою плоти кровь, выжимать все соки, то это приводит к заболеваниям крови. Принимать близко к сердцу, разрывается сердце, удар в самое сердце, это может привести к инфарктам миокарда и вообще к сердечным кардиологическим проблемам. Он не чешется, легкоранимый, тонкокожий, не хочу оказаться в его шкуре, это приводит к различным заболеваниям кожи и аллергиям. Ломать голову, сплошная головная боль, рисковать головой, головой побейся об стену, все это приводит к сильным головным болям и даже мигреням. Непроходимый, шаткий, неустойчивый, хромает на обе ноги, это может привести к подагре и хроническим судорогам, очень болезненным. Затем у меня лопнуло терпение, выпустить пар, подстегивать, поддавать жару, это может привести к повышению давления, гипертонии и естественно после этого возникает риск инсультов. Слова такие, как мне горько, желчный, чтоб жизнь не казалась медом, нет никакой радости, едкий, это все приводит к заболеваниям печени и желчного пузыря, а также ожирения. Я, кстати, знала человека, который часто говорил, никакой радости по любому поводу, и действительно там была проблема с желчным пузырем, холецистит, поэтому кое-что совпадает. Затем слова такие, страшно смотреть, глаза бы не видели, смотря зачем, свет не мил, непроглядный, это приводит к заболеваниям глаз. Вот страшно смотреть, тоже у меня кто-то из знакомых говорил, и вот были какие-то проблемы со зрением, какая-то ранняя близорукость, хотя наследственностью она не была обусловлена, там в семье не было близоруких. Не хочу этого слышать, заткнись, шумно, не говори, все это приводит к снижениям слуха и даже глухоте. Колотит, трясет, лопнуло мое терпение, бесит, мрак, претит и так далее, это приводит к депрессии. Вот я знала человека, который часто говорил, меня это бесит, и вот у него были какие-то неврологические проблемы и даже с посещениями невролога, с лечением и так далее. Поэтому я считаю, после того, как я это прочитала, я стараюсь меньше употреблять этих слов, как вы думаете, правда ли это, напишите это в комментариях и какие из этих слов вы тоже употребляете. До свидания, удачи всем, заглядывайте, ссылки в описании, там будет много очень интересных и полезных видео.